Хочу поделиться с вами. Буквально совсем недавно мы закончили терапию для одной семейной пары, которая поступила с кризисом измены. Дело в том, что кризис измены считается ненормативным кризисом, то есть не все пары проходят этот кризис. Но, как показывает практика, к сожалению, очень многие пары с этим сталкиваются. И для каждой пары есть критерии, по которым они оценивают, измена это или нет. Для кого-то переписка уже считается изменой, для кого-то физический контакт считается уже настоящей изменой. Но в любом случае это очень-очень больно, болезненно, и каждый раз пара сталкивается с определенными трудностями и каждый раз решает для себя, как жить дальше. Мы разбирали различные ситуации с этой парой, и они пришли к выводу о том, что они хотят продолжать жить вместе. Многие спрашивают, сколько сессий нужно сделать, пройти с психологом, чтобы урегулировать этот конфликт. Кризис измены достаточно тяжелый. Проживается он по-разному, вне зависимости от возраста тех, кто находится в нем, либо социального положения. В моем случае я работала с парой, которая находится в возрастном диапазоне от 28 до 33 лет. Это достаточно молодые ребята, которые так же тяжело, как и взрослые люди, переживают этот момент. То есть это от возраста не зависит. Не зависит также это от страны проживания. В любом случае это болезненно. С одной стороны, тот, кто совершил измену, он чувствует вину. Тот, кого предали, чувствует себя преданным. И дальше ставится вопрос, жить ли вместе дальше, продолжать ли общаться, как пережить эту проблему. И вообще, что можно сделать, чтобы избавиться от этого состояния. Мы с ребятами провели несколько сессий. Они смотрели фильмы, мы разбирали, рисовали гинограммы обеих семей, выясняли, были ли измены в их семьях. И действительно, измены имели место быть как в одной семье, так и в другой семье. Повторяющиеся семейные истории также отслеживаются в каждой встрече. Можно отследить какую-то историю, которая повторяется. Например, если девушка в этой семье, жена работала на почте, то удивительным образом мужчина, муж отметил, что его бабушка тоже работала на почте. Иногда даже такие стопроцентные совпадения тоже бывают. Если отец изменял, очень часто бывает, либо муж сам изменяет, либо изменяет жена. То есть история с изменами, она, как правило, повторяющаяся, переходящая из поколения в поколение. Для чего мы это делаем, для чего с нами это делают, нужно выяснять. Считается, что мужские измены встречаются гораздо чаще, чем женские, но это не всегда так. Мужская измена, она более физиологична. Мужчине не хватает элементарно какого-то разнообразия в сексе, каких-то острых ощущений. И он идет на этот шаг, потому что дома ему этого якобы не дают. Либо он просит не так. У женщины другая мотивация. Она хочет привлечь к себе внимание и делает это неосознанно. То есть она ведет себя каким-то образом, привлекательной становится. На нее мужчина реагирует. И там, вне брака, она получает то же, то, что она не получает дома. Какие-то слова восхищения, поощрения, какую-то оценку. Ну, в общем, все то же самое, что у мужчины. Мужчина не получил физического, идет и ищет это в другом месте. А женщина не получила эмоционального, поэтому она идет и получает это где-то там с другим мужчиной. Поэтому и получается измена. Конечно, не всегда так все прямолинейно. Я уже сделала вывод следующий, что если нет хороших и теплых доверительных отношений в семье, в браке, то и в постели их тоже нет. То есть изначально мы складываем доверительные, дружеские и страстные отношения в нашей паре. И после этого уже у нас идет, налаживается сексуальная жизнь. То есть для того, чтобы пережить измену, нужно принять, простить и отпустить. То есть на наших сессиях мы проговариваем и больше к этому вопросу мы не возвращаемся. Для того, чтобы не повторять и для того, чтобы не понукать своего супруга или супругу тем, что раньше было. А вот помнишь, как ты поступил? Так мы уже не делаем. Мы останавливаем этот процесс, ставим точку и больше к этому не возвращаемся, если мы решаем жить вместе. Сейчас мы завершили с этой парой терапевтический альянс, провели завершающую сессию, подвели итоги, рассказали, что было сделано, поговорили о чувствах, подвели некий результат. И теперь ребята идут дальше на своем жизненном пути, опираясь на те чувства, на те новые правила, которые мы выработали с ними вместе. Принято решение оставаться вместе. Этап пройден, этап кризиса и дальнейшая жизнь, дальнейшие точки роста тоже уже обозначены. Каждый из них осознал, каждый простил, каждый попросил прощения и каждый принял позицию другого человека. Самое важное в отношениях научиться слышать и слушать. Но это, к сожалению, не каждый паре под сил, поэтому нужен третий человек, психолог, медиатор, чтобы осуществить такое взаимодействие. Всегда рада помочь. Продолжение следует...